Приветствую вас! Давайте разберём ваш текст. Вот. Значит, помогите разобраться с отношениями с МЧ, я его не понимаю, говорить загадками, устало ребусы разгадывать. Ну, сразу, сразу сходу, треугольник Карпена, вы в позиции жертвы, от вас ничего не зависит, да, но судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы его написали, ничего от нас не зависит, ничего вы не можете сделать, мужчина такой вот негодяй, говорит загадками, не хочет дать прямой ответ на вопрос, который вас волнует. Ну, в общем, всё плохо. Вот. Во всей этой истории, во всей этой истории, меня интересует, конечно, в первую очередь, вы и ваша реакция. Где вы во всей этой истории? Где вы, вы где? То есть, мужчина говорит загадками, допустим. Хорошо. А вы? Вы сами, если такая история произошла, вы сами что для себя решили? Понимаете? Вот. Ну, не нравится вам то, как он выстраивает отношения с вами? Могу понять. Могу понять, что не нравится. Вот. Но если вам не нравится, то вы за это несёте ответственность. То есть, если вам не нравится, как ведёт себя мужчина, если вы считаете, что он ведёт себя плохо, если вы считаете, что он поступает по отношению к вам, там, неприемлемо, если вы так считаете, то не нужно здесь ничего придумывать. Понимаете? Не нужно здесь ничего, не нужно гадать здесь. Если вы считаете, что отношение мужчины к вам не приемлемо, то нужно просто самостоятельно принять решение и сказать, «Прости, дорогой, я всё по нему понимаю, но меня такая история не устраивает». Вот как вот. Ну, как ты ведёшь себя со мной. Ну, не нравится мне, не нравится мне это. Вот и всё. И мужчина либо принимает вашу позицию такую, то есть, либо он соглашается с ней, либо он не соглашается с ней, с вашей позицией. И выращаетесь. Других вариантов просто тут нет, понимаете? Не бывает по-другому. Не работает по-другому это. Не получается по-другому. Вот. Отношения строите не только вы, но и он. Отношения строит не только он, но и вы. Понимаете? Понимаете? И если вы сами ответственности за то, что вы делаете не несёте, и если вы сами не отвечаете за свои действия, вот, то почему должен это делать мужчина, собственно говоря. Так что здесь, ещё раз повторю, треугольник Карпмана и вы в роли этой самой жертвы, от которой ничего не зависит. Ваша выгода, вот, на самом деле, ну, от этого ваша выгода. Меня интересует. И так далее. Это то, что я увидел прямо, вот, сходу. Что-то я увидел прямо, вот, прочитав ваш заголовок. Заголовок вопросов. Дальше идём. Встречаю с Алексеем, 77-го года. Так. И, значит, вы, Анна, вам, вы, 78-го года. Так, значит, для чего даты? Написали вы. Зачем даты? Дальше. Летом сказал мне, что может меня познакомить со своим другом я в недоумении, тогда, кто я для него, тогда зачем со мной встречаться? Ну, вот здесь, конечно, очень интересный момент, на самом деле. На самом деле, очень интересный момент. То есть, такое ощущение у меня возникло, что вы, как будто, вот, знаете, как будто, к себе не уверен. То есть, ну, предложил мужчина вам познакомить, значит, его познакомить со своим другом. Ну и что? Причин подобного поведения может быть довольно много. И совершенно необязательно сразу воспринимать это как, кто я для него, кто он для меня и так далее. То есть, складывается ощущение, еще раз повторю, складывается такое ощущение, что вы, вы себе сомневаетесь сами. Сомневаетесь в себе, сомневаетесь в своей, ну, не знаю, может быть, ценности, вот именно в своей ценности для мужчины. Вот. Но если вы сомневаетесь в своей ценности для мужчины, то, не каждый вопрос, а откуда это у вас? Откуда сомнения в ценности для мужчины? Ведь, ведь неоткуда же это появилось? Правильно? Вот. Дальше идем. Значит, потом, так, вопрос. Я в недоумении, тогда кто я для него? А кем вы хотите быть для него? Зачем он со мной встречается? А вы зачем с ним встречаетесь? Да? Вот так вопрос себе задает. Я зачем с ним? Кем я хочу для него быть? Что я делаю для этого? Потом, чуть подвыпив, озвучил свое нежелание еще когда-либо жениться ни за что на свете. Типа, обжегся, были долгие отношения с женой, неудачные сейчас, не живет с ней. Ну, не очень понятно вам. Вы об этом узнали в первый раз, когда он выпил, или вы об этом уже знали, или вы это просто рассказываете нам? То есть, вот, не очень, не очень понятно здесь, конечно, то вот, для чего вы это написали. Ну, однозначно, что мужчина боится какого-то сближения, он боится близости, он боится близости с женщиной, вообще с женщиной. То есть, я не думаю, что дело здесь обязательно у вас, я думаю, что он просто боится любой близости, любого вида близости, вот. Ну, это опять же, исходя из того, что я могу видеть, видеть, исходя из того, что я могу прибавить. Вот. Потом, чуть подвыпив, озвучил свое нежелание еще когда-либо жениться. То есть, это означает, что он готов с вами встречаться, но исключительно вот в той форме, да, исключительно в той форме, в какой вы встречаетесь сейчас. То есть, он не готов давать вам что-то, что-то большее. Он не готов вам, не готов брать ответственность. Вот. Я так думаю. Это было бы, наверное, самым правильным, самой правильной интерпретацией. Мужчина не готов брать ответственность за себя и за то, что происходит между вами. Вот. На данный момент. Когда это изменится, он не знает. Может быть, никогда. Может быть, в ближайшее время. Да. Вот. А момент здесь, именно момент здесь в том, готовы ли вы ждать его. Если да, то, соответственно, сколько. Вот. То есть, он не готов именно к серьёзным отношениям, судя вот по тому, что вы, ну, написали. Именно к серьёзным отношениям. Мужчина не готов. Вот. Готов он просто ни к чему, ни к чему не обязывающим отношениям. Это да. Ну и всё. Дальше. Значит. Недавно встретились, он вообще меня удивил. Говорит, что ни за что влюбляться больше ни в кого не будет, и меня предупредил не влюбляться в него. Ну, в связи с тем, что вы пишете о том, что недавно встретились, и он вам это сказал, я предполагаю, ну, могу предположить, что вы сами, вот вы сами, по его мнению сделали что-то не так. То есть, вы его как-то оттолчнули. То есть, это похоже очень на защитную реакцию. То есть, он чего-то ожидал от вас, но он вам не сказал по силу того, что либо боится, либо стесняется, либо есть. Ну, есть ещё варианты. Вот. И он, он вам этого, это не сказал, он не сказал того, что, значит, ну, что, чего хочется от вас. Он использовал это как повод для того, чтобы от вас отдалиться, для того, чтобы от вас, ну, отстраниться. Вот. Вот. Но чтобы при этом виноваты были вы, но чтобы при этом вы сами ничего не поняли. Вот это такая вот, ну, классическая игра. Я, я отдаляюсь, ты приближаешься, я убегаю, ты догоняешься, ты убегаешься, я догоняюсь. Есть такая психологическая игра. Вот. Можете посмотреть её в интернете. Там эта игра, в общем, описана достаточно хорошо и полно. Вот. А дальше идём. Дальше идём. Я не знала, как реагировать, просто отшучивалась, а просто не ожидала подобных рассуждений. А чего вы ожидали? Знаете, вот, вы пишите, недавно встретились, то есть, вы встречаетесь не так часто. Чего вы ожидали? Чего вы хотели? Что вы делали для того, чтобы реализовать то, что вы хотели? Понимаете, какая история? Это важно. А то, если вы чего-то ждёте и ничего не делаете для этого, то мужчина и думает, что он вам не нужен. Я спросила, тогда как всё это называется в нашей встрече? Он сказал, что нравится, хорошо, комфортно, приятно, прикольно. Ну да. Это ещё здорово, если он что-то ответил, а вы не ответили ничего. Интересно другое. Интересно другое. Понимаете ли вы, что когда, когда вы задаёте вопрос вот такого типа, мужчине, вы, по сути, опять-таки, снимаете с себя ответственность за то, что происходит. То есть, вы предлагаете как бы мужчине самому решать, что с вашими отношениями происходит. В принципе, это неплохо. Но есть же ещё и вы. А вы себя сами как будто дистанцируете от отношений. От, ну, какого-либо влияния на них, на отношения. А вот это уже не есть хорошо. Совсем не есть хорошо для вас. Поэтому нужно не спрашивать, да, какие отношения у вас в Корее. А нужно говорить, что хотите вы. И что устраивает вас, а что нет. Посидели за столом в прошло время. Он показал мне фото своего брата одинокого и предложил меня с ним познакомить. И опять выпал мастерок и смотрит мою реакцию. Не очень понял вопрос, если честно. То есть, в чём вопрос? В том, что вы не ожидали, что он покажет вам фото своего брата? Опять же, это лишь только следствие того, что вы сами для себя не определили, что вам-то нужно в отношениях этих. Что вы-то хотите от этих отношений. Понимаете? Вот. То есть, делал всё именно в этом. Ведь определи вы для себя, что вам нужно от отношений. Определи вы для себя, чего вы хотите. Вы бы очень легко сказали бы мужчине, например, что извини, дорогой, меня это не устраивает. Прости. То есть, как бы, хочешь, если показывать там. Хочешь схватить меня с кем-то, не вопрос, но я в этом у тебя тут не буду. Например. Как бы. Но. И всё. Понимаете? И больше-то, в принципе, не нужно ничего. Но у вас опять вот это вот ожидание, вы ждёте, вы ждёте, что мужчина что-то там за вас решит. Понимаете? Это, конечно, пассивная позиция, которая по итогу приводит вас только лично к безвыходным ситуациям и к состоянию шока. А состояние шока это очень удобная позиция, где я ни за что не отвечаю, где я ни за что не несу ответственности. Так, значит, потом якобы говорит, что это шутка, ну, то есть, он хотел посмотреть на то, как вы прореагируете. То есть, мужчина, знаете как, мужчина боится, что вас потеряет, но не хочет этого признавать и хочет сам санкционировать ваш разрыв. То есть, он хочет, чтобы он проконтролировал ваш уход от него и чтобы самому не оказаться в состоянии жертвы. А, потом якобы, так, ещё сказал, что бывшая жена говорит, говорят, пить стало меньше, вдруг ещё сойдётся, с ней всё может. Смотрят мою реакцию, смотрят на реакцию мою. Хотя они лет восемь не живут вместе, ну, я не очень понимаю, почему улыбочка. Ну, вот у вас здесь. Ну, а то, что мужчина говорит, это всё страх близости и желание проверить, насколько вы серьёзно настроены к нему. При этом нужно понимать, что, нужно понимать, что, как бы вы не были серьёзно настроены, мужчина может просто использовать то, что вы ему даёте и всё, не более того. Алексей проверяет меня, смотрит на мою реакцию, как это всё понимать. Алексей, скорее, себя пытается проверить и пытается понять свои чувства, потому что люди, проверяя других, всегда пытаются понять себя. А у вас позиция жертвы. У нас был у вас позиция жертвы. Анна. Так, с какими намерениями ко мне? Намерение провести время, получать удовольствие и не более того. Пока больше его ничего не интересует. Есть ли на самом деле влюблённость ко мне чувства? Этому нельзя только он. Чуть-то аквам у него есть, иначе бы он с вами не проводил время. Влюблённость, может быть, но очень лёгкая. Мужчина влюблённость контролирует, в этом возрасте люди уже не испытывают как правило. Влюблённость, а если испытывают, то они её подавляют. Поэтому на это рассчитывать я бы не стал. Либо он таким способом хочет вытянуть моё отношение к нему, хочется знать на чём, но напрямую не решается сказать. Это гадать, это гадать, понимаете, это гадание, то, что вы делаете. Ага, гадание вам ничего хорошего не даст, поверьте, поверьте моему опыту. Тут нужно решать, что хотите вы. Говорит, что обожает меня. Обожает, обожая не значит люблю. Нет, обожая не значит люблю. Обожаю это значит, что я хочу от тебя что-то получать, мне нужно то, что есть у тебя, и я от этого просто в восторге, это обожаю. А люблю это значит, я хочу отдавать, дать тебе. Как вы считаете, нормально, когда МЧ указывает на недостатки в фигуре девушки? Нет, потому что он её такой, как она есть, не принимает. При Диме говорит, что ему так хорошо не было ни с кем, но затем тогда он ко мне приходит, ведь тянется, видно, что не просто так. Вот именно потому и тянется, что Диме и с вами ему хорошо, так как не было ни с кем. Кстати, здесь есть сравнение, что тоже, как бы, говорить не в пользу любви. Может, могут быть в такой ситуации серьезными намерения его? Намерения его могут быть, но это очень долго по времени будет. Дополненный вопрос, может ли МЧ таким способом меня проверить на дюйзвы, смотря мою реакцию, или так вот, поведение говорит о том, что он не готов на серьезные отношения. Именно на серьезные отношения мужчина сейчас не готов, это сто процентов. На этом все, я рекомендую перенести вам свой вопрос в раздел эзотерик, если вы хотите получить именно просмотры, а не рекомендации и анализ. Обратитесь к модераторам, они в разделе эксперты, тут ваш вопрос перенесут. Либо удалить этот вопрос, попросить, опять же, модераторов удалить этот вопрос, потому что, если вы задаете вопрос эзотериком, а отвечают вам психологи, то получается, что мы делаем совсем не то дело. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!